Вовремя открою кофейню, вовремя закрой. Новая башка. Давайте готовое решение напитков. Все видели? Пиаска. Браво с гремилкой очень хорошо сочетается. Все по чесноку. Полезный человек. Сосини? Или это все? Это получается как раз для меня. Понедельник пишите на почту. Вы можете съесть дольку лимона, не поощурившись? Я взял я на халяву. Кручеву украл, взял, позаимствовал. Первый стенд, без которого мы не могли оставить этот выпуск, это альтернатива Хулит. Всем привет. Сегодня третий день пира. И, наконец-таки, я похожу по выставке. Честно говоря, два дня работал на стенде и Кризоно-Зерно, и не только. И сегодня, сегодня я похожу по выставке. Походим не только по кофейному павильону, но еще по другим. Компания Хайвот. Значит, для людей, которые смотрят и первый раз слышат компанию в двух словах. Что вы делаете, кто ваша целевая аудитория, для кого ваш продукт, в двух словах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать во всех кофейнях России и всего мира хорошую воду. Отличную воду, для кофе. Чтобы сделать так, чтобы вода стала понятным инструментом, таким же понятным инструментом, как кофемолка. То есть ты, покупая кофе, ты понимаешь, что ты взял, поставил кофемолку. И она не просто стоит, ты должен ее крутить. Как минимум раз в день ты должен покрутить кофемолку, понимаешь, чтобы настроить. А пока такого понимания про фильтр нет. Да, это очень важная тема, потому что для хорошего кофе есть четыре критерия. Это оборудование, это кофе, это персонал, это вода. И воду зачастую все обесценивают и ставят ее куда-то вот в чулан. Типа, нахера я заниматься, вода она и в Африке вода, а там в Африке с водой не очень, а у нас нормально. Давай пробежимся по модельному ряду. Что у вас есть на стенде, какая линейка, поделись. Прямо сейчас у нас есть достаточно простой, понятный фильтр, проточный фильтр. Благодаря тому, что мы разделили действующие материалы на три картриджа, очень большой ресурс. До 10 тысяч литров по умягчению воды и улучшению вкуса. Здесь уголь, здесь ионообменная смола и материал Арагон, вот гейзеровский запатентованный. Здесь фолипропилен и, по-моему, тоже уголь. Вода проходит через все картриджи, не надо сливать ничего. Это обычный проточный фильтр, умягчает воду, защищает оборудование, делает воду вкуснее. Вот вопрос, смотри, на вход заходит 350 минерализация, сколько на выходе будет? Слушай, она чуть-чуть уменьшит, но не кардинально. Просто она улучшит качество воды. Она улучшит качество воды, и она сделает так, чтобы тот минеральный состав не накипал, не оставлял накипи в оборудовании. Это, в первую очередь, для тех, кто просто хочет защищать оборудование, но не хочет менять минерализацию. Да, и заморачиваться. Просто поставил, ничего не круче, не настраиваешь. Сколько денег? 29 тысяч. 29 тысяч? 29 тысяч, да. 29 тысяч, да. Да. Супер. Дальше. Дальше что у нас? Следующий фильтр, который мы подусовершенствовали. Блин, вы сделали датчик, да? То есть у вас прям видно, а не надо ничего-то. Да, ничего-то, не надо. Марни красавчик. Это все корпуса будут скоро, все фильтры будут таких корпусах, просто пока только эта модель. Что он делает? Он делает все то же самое, что ERO 400, который настраивает, но он это делает жестко, самостоятельно. Ты ничего, допустим, кофейню у тебя, где ты не хочешь, чтобы бариста что-то трогал, да. Просто ничего не трогает. Вовремя открою кофейню, вовремя закрою. У тебя 300 ppm на входе, на выходе 100 ppm. Он сам настраивает? Сам делает. За счет чего? Мозги здесь? Там нет, нет никаких мозгов, там вот этот вентиль, он просто выставлен на 70% удаления минерализации. Минус 70%. У тебя будет 200, у тебя станет 60. А, то есть, а если, например, 400, ты можешь докрутить? Тебе надо сказать нам, мы его докрутим сразу и отправим тебе такой, чтобы он сделал тоже, там, да, в пределах 100. Как ты, наверное, знаешь, что в пределах 100, в принципе, можно сварить, ну, можно с актуацией спроси, можно сварить фильтр. Ну, стандарт, паскает 150 плюс, минус 25 ppm, то есть, окно от 100, 25 до 175. На самом деле, по нашему опыту, от 120 и выше остается накид. Мы поэтому пытаемся держать ниже, чем 100-120, потому что дальше остается накид. Ну, по нашему опыту тоже, от 80 до 100 такая золотая серединка, мы такую воду и не настраиваем. Соответственно, следующий. 59 тысяч. 59. 59. Да. 60. Вот этот вот фильтр уже здесь, пока он тоже не в корпусе, я думаю, что это вопрос пары месяцев. Здесь уже два выхода, здесь ты можешь себе крутить, вертеть, какую угодно минерализацию выставлять на эспрессо, на фильтр кофе, на... Подожди, подожди, еще раз. То есть, я могу сделать два... Одна вода уйдет на машину, на эспрессо пойдет, вторая вода уйдет на фильтр, да? Да, да. Приходишь. Проточный ТДС-метр с экраном, куда ты его клеишь, крутишь, смотришь, ага, 100, ага, 50, все окей. Один фильтр делает тебе на все оборудование, на всю кофейню. Да, да, он стоит 79, да, и это просто тот же самый фильтр с двумя мембранами, он делает до трех кубов воды в день, это, ну, типа, очень много для большой кофейни. Цена этого? 79, 110. Да. На самом деле, вот эти фильтры намного дешевле, чем проточные, чем любые фильтры, которые есть на рынке, проточные фильтры, потому что цена за литр в итоге в перспективе года становится меньше, чем вот там. Красота. Ценальный вопрос, где производство? В Москве. Просто в Москве. Ну, к сожалению, пластиковые детали в России не производятся, приходится закупать в Корее картриджи, уголь, что-то, что-то, фитинги. Короче, сборка в Москве. Да, 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 металлические детали, да, потому что вы просто покупаете в разных местах и собираетесь. Манометр, кстати, в России. Что российское здесь? Честно, манометр. Корпуса, металл российский, наклейки, упаковка, но сейчас мы делаем мозги, и мозги мы все делаем в России. В России, электронику, код, все такое. Красота. В общем, ребят, если вы не заморачивайтесь по воде, то вам повезло. Просто улучшим воду, вы улучшите качество кофе, можно в 2-3 раза. Да. Прям вот, 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 если вы всегда обесценивали вопрос воды для своего кофе, неважно, кто вы, дома вы пьете, либо вы в заведении пьете, ставьте фильтр. Есть High Water, есть другие бренды, выбирайте, что хотите. На самом деле, я даже считаю, что нет, ну, можно покупать не супердорогую кофемашину. Да. Чуть, ну, сэкономить на ней, я не знаю, 1200, 300, сколько угодно, купить классный фильтр, и качество продукта будет намного больше. Это каждый говорит, да. Те, кто продают кофемолки. Да. Ну, смотри, короче, машину попроще, может быть, кофемолку надо получше взять. Не, а я с этим не спорю, но знаешь, как, с кофемолкой я как делал? Я просто брал, например, обычную кофемолку и дорогущие жернова. Да. Ну, например, тоже самое, по сути, да. Супер. А все, едем дальше. Розыгрыш. В этом видео давайте разыграем банку кофе из линейки под эспрессо. Это будет Гватемала Экспортадора. С Гватемала Экспортадора. Условия, как всегда, предельно простые. Это лайк, подписка на канал, и любой комментарий к этому видео. И ровно через неделю в нашей телеге мы подведем итоги. Вижу вопрос у вас в глазах. Что делать, если я не хочу участвовать в розыгрыше, просто хочу попробовать ваш кофе? Легко. Маркетплейсы, Озон, Валберис, интернет-магазин. По промокоду YouTube в интернет-магазине скидка 12%. А если же вы оптовик, у вас кофейня, кафе, бар, ресторан, и вы думаете, какой же выбрать кофе, за которым будут гости возвращаться вновь и вновь, это про нас тоже. Внизу ссылка, можно запросить оптовый прайс-лист. И все. И к вам будут эти гости постоянно. Потоки неиссякаемые. Смотрим дальше. Гринмилк. Наши друзья из Гринмилка. Что у Гринмилка нового? В Гринмилке новое понимание. Башка новая. Новая башка. Что за башка? Мы поняли, что Гринмилк очень классно коллаборируется с очень разными вещами. Во-первых, внутри. Вместо того, чтобы отдельно давать фундук, миндаль и кокос, кто мешает сделать три ореха назвать? Вау! И вкусно. Шоколад, клубника. Новый вкус. Да, у нас, кстати, новый вкус. Это шоколад. Его пока здесь нет, но он уже выпущен. Шоколадное молоко. Да, шоколадное молоко на барикалибаутовском основе. В общем, и на нем классный макачино получается. И он хорошо идет сразу же с тремя, как минимум, вариантами. Это шоколад-фундук, шоколад-клубника и шоколад-банан. Ну, такие классические варианты. И это что делает? Это просто растягивает линейку. То есть не в холодильнике те же самые с кьюшки, а на как бы... Короче, прикольно. Правильно я понимаю, что, грубо говоря, ты просто берешь шоколадное молоко, и у тебя новый напиток в карте кофе. Четыре. Четыре. А четыре почему? Ну, шоколад как отдельный напиток, шоколад-фундук, шоколад-клубника и шоколад-банан. А, ну это просто разное молоко? Мы просто объединяем шоколад, и они получаются вместе. А есть что-то весной вот, прям вот это, потрогать? Можно просто шоколад брать, тот же самый барикалибаут, розовый шоколад. Просто классный напиток. Сделать? Давайте. Что-то новенькое. Я не очень пока понимаю, но сейчас разберусь. Все очень-очень просто. Но, подожди, это будет отдельно просто шоколад, или это будет добавлено ваше молоко? Наше молоко, естественно, будет добавлено. То есть розовый шоколад, это четвертый вид шоколада. Да, и, собственно, половина не знает, что это такое, а для меня кажется, что это классный шоколад для девочек. А как он получает розовый шоколад? Это особый вид ферментации. Они мне рассказывали очень долго, но я не запомнил. Но суть в следующем, что это не крашеное ничего. То есть это просто другая ферментация. А дальше мы берем кокос и наливаем уже фирменный питчер Гринмилд. Да. Нативный реклама питчера Гринмилд. Так, просто берем шоколад, добавляем молоко. И просто взбиваем. Ну, как бы кофейку ты еще тоже можешь добавить, да, правильно? Нет? Зачем? Это розовый шоколад для девочек. Барби, смотрели? Готовый, да. Смотрели барби? Да. Понравилось? Относительно. Не понравилось, чувствую. Это называется новый вкусовой опыт совершенным. То есть он чем-то среднее между вишней и клубникой. У меня с кокосовым молоком отношения особенные. Я думаю, что если сделать его с моим любимым бананом, будет розовый. Я бы сделал его с ванилькой. О, с ванилькой. С ванилькой, да. С овсом. То есть это будет тоже. И просто классическая соина. Да. Да. Это необычно. Я не могу сказать, что мне прям это нравится очень. Но это необычно. Мне просто сделать в кокосовом молоке, потому что оно мне просто... Или фундучное может быть. Не, фундучное убьет. Мне нравится тонкость вкуса. Вот чувствуешь, что там... Ванилья вот будет с этим бомба. Да. И ваниль хороша. То есть вот этот чуть-чуть такой кисловато-сладкий вкус вот этого шоколада, он очень необычный. И это как раз тот прикол, который есть. Прикольно. Что еще, Нонька? Ну, шоколад новый выпустили. Подожди, может, подожди еще раз? Я вот для тех, кто... Это ваш шоколад? Нет. Это вангутин. Просто как партнер. А вот вы когда говорите, выпустили шоколад, это получается... Шоколад мы выпустили... А, такой только шоколад. Такой только шоколад. Просто будет... Можно будет купить. Понял. Да. То есть его уже развезли по тестовым точкам. А. Ну и, конечно, мы гонимся за вами. Мы пытаемся открыть музей. Да. Мы открываем музей кофе. А мы открываем музей зерна. Вот. В Челябинске. Правильно? Да. Нам в этом году просто 125 лет. Это такая хорошая дата. Мы родились в 1898 году. Это где-то между Coca-Cola и Renault. То есть Coca-Cola чуть-чуть нас постарше, Renault чуть-чуть нас помладше. Вот где-то между ними находимся мы. Как хорошо звучит? Мы родились примерно там же, где Coca-Cola. Звучит отлично. И, собственно, дальше что? Там мы собираемся создать креативное пространство. То есть это не просто там ресторан, не просто кофейня. Это музей зерна, как зерновая идея. Да. И место, где люди будут обучаться, приходить, находить новые варианты того, как можно использовать самые обычные продукты для ежедневного питания, для поддержания здоровья. Да. То есть все-таки это основная идея. И иметь какие-то, ну, совершенно, получать совершенно новые, необычные вкусовые ощущения. Что делают парни с Бравос, что вас делают? Я так понимаю, что здесь идет классное сочетание кофе Бравос с Эфиопией, Кении, с нашим растительным молочком. На самом деле мы ищем варианты, когда что-то хорошо сочетается с разными вариантами молока. Вот эти вкусовые нюансы разного кофе, это как раз то, над чем сейчас работаем. Потому что нам хочется понять, какой сорт кофе, какая обжарочка, мытая, не мытая. Все варианты того, как сделать растительное молоко, спешей или же. Вот и родился Новый Лист. Ну и, конечно, у нас в этом году есть еще смузи на растительном. А что это смузи? То же самое молоко, только еще с... Да. В базе идет банан, желательно замороженный, а дальше ваши фантазии. Любая... Кто придумал идти в сторону рецептуры чайли? Ой, я даже уже не могу их вспомнить, потому что впервые мы это привозили 3 года назад на пир, когда еще были совсем зелеными. А сейчас просто, ну как бы... Задача какая? Чтоб молоко не сворачивалось ни в холодном, ни в кислом, ни в чем. То есть, чтобы со льдом было там, айс латый был шикарнее. И вот сейчас мы дошли до этой точки. И поэтому смузи, все что угодно, пожалуйста. Короче, ребята, те, кто еще делают альтродином молоко и не только, подумайте, как можно, где можно продавать и какие рецептуры. Это супер, супер идея. Подумайте, где ваш продукт может не только с кофе, а где еще он может расходоваться, кроме кофе. Супер идея. И это расширяет возможности кофеин, расширяет меню. Да. Увеличивает оборотку. Да. Свят, у тебя есть что попробовать? Так, что мы готовим у Гремелка? Сегодня мы будем готовить наш кофе. Это Руанда Кивуем этой обработки. Пожаренный под эспрессо. Пожаренный под эспрессо. Пожаренный под эспрессо. Молоко мы будем брать овсяное. Да. Попробуем что-то из этого сочинить. Давай попробуем эспрессо. Как ты настроил эспрессо. Вот. Свят, вообще у нас обжарщик, но еще варит кофе на других стендах. Сколько свят компания работаешь еще? Три с половиной года. Три с половиной года. Двадцать первого. Ну, кофе пожаренный. Сложно сказать. Сложно. Устал считать. Сложно посчитать, сколько свят пожаренный кофе. Давай на шаг, я попробую эспрессо. Вот. И потом, чтобы не ждать, долго не готовить, ты просто забьешь молоко и вольешь. Хорошо. И попробуем с Гремелкой. Ну, овсяное молоко, Гремелка супер. Я вот овсянку люблю, овсяное печенье люблю. Что еще с овсянкой есть? Просто овсянка есть. В общем, овсянка топ. Скажу честно, все, что я думаю об этом кофе. Во вкусе красные ягоды, жареные орехи. Немного подсушивает послевкусие. Классное тело, такое плотное. Я думаю, что в капуче это будет очень хорошо. Давай. А давай я взобью. Давай. Только аккуратно. Я редко что сбиваю. Ну, попробуем. Оооо. Все видели? Фиаско. Давай я взобью. А что мы делали? Все по чесноку. Короче, не получилось нормально взбить. Она, ну, дело во мне, безусловно. Первый раз не получилось, но она очень мощно бьет. и такое ощущение, что один нос еще забитый. Я приспособился, наверное, раз на десятый. На десятый? Не бойся. Не бойся. Все хорошо. А по температуре нормально? Нормально. Да. Давайте вы уж, ладно. Вы взбивали, вы рисуете. кремелки. Существует много. Весьма, как видите, кремелки. Это пионом. Почему? Красота Гремелка почему растет? Лидер какой у Гремелка? Это отвал башки Вот прямо Попробуй Потом скажем мы Я боялась, что мы можем растить Атли Взял Атли, ему все равно вкуснее Ну то есть это вкусно Это очень хорошо Короче, Браво с Гремелком очень хорошо сочетается Это вот вам Вам на подумать Все, едем дальше Так, мы сейчас зайдем к нашим коллегам Ребятам из Савы Я уже подходил к коллегу и говорил, что у них классный стенд Вот, но мы сейчас зайдем и потрясим Узнаем, что у них новенького Вам сколько лет? 10 лет 10 лет? 10 лет Я к тебе подходил вчера, уже говорил, что крутой стенд Расскажи, что у вас изменилось? Вы сделали ребрендинг? Редизайн Он всегда продолжается Мы как бы в поиске себя И вот наконец-то на 10 лет Мы, знаешь что, мы, как сказать, решили вспомнить откуда мы родом Все выросли в таких квартирах Да Очень про эмоции Скажи честно, у тебя Далакор ты стояла в твоей квартире? Конечно Только старая Черно-белая Да Ну и в общем-то, собственно, мы сами из 90-х, поэтому решили как-то вот перезагрузить Подожди, можно переводить? Я правильно, я Сталон из Кобры Это Кобра? Да Да Да, хорош Брюсли Три-машки-ниндзя, Брюсли Три-машки-ниндзя Вот там тоже интересно Там татушечка Татушечка Продиги Да, да Все, все, все по моде Так, что у вас еще есть интересного? Есть это Дэнди? Это Дэнди Есть кофе в Нурале Молотой Вообще, кофе в банках, это отличная идея Кофе в банках, это супер Есть еще такая тема А есть клапан? Нет Он не нужен Не нужен? Все работает, все проверено Не газируете? Нет Да Просто прям сразу замололи Движак, да Вообще отлично работает Да Недели две вот в таком состоянии С захлопочкой спокойно заваривать Даже воронки можно пить Проверено Прикольно Просто так бы не делали Прикольно Есть, короче, трибук Это вот как вот альбом Тоже из прошлого Все время разный набор трибчиков Разные фоточки Наклейки многоразовые То есть их можно наклеить, приклеивать На холодильник, куда угодно Прикольная идея Прикольная идея Кто придумал? Я Движак Кто еще это будет придумывать? Я занимаюсь пока что маркетингом Такой Один Да Прикольно Прикольно Так, что еще на экран? Ведра Кофейные ведерки Покажи Я поделил У нас была идея Фасовать ведра Мы от нее отказались Короче, кофейные ведерки Это тема для сознательных кофеен Кто хочет переставать заниматься выкидышем кофейных пачек Да Вот, мы поставляем ведерко Тоже здесь все герметично Попробуй как покупать А люди, которые Люди, которые Хорошо и правда Люди, которые говорят, что это же пластик Так Что вы им говорите? Пищевой Пищевой Очень важно Ничего Это не просто пластик А здесь тоже нет проблем с дегазацией? Ничего нету Но, как правило, опять же Кофейные, которые много варят До месяца максимум Это все отлично Работает, показывает Тоже проверено Никаких проблем Вот Соответственно, можно утилизировать как пластик Легко Можно использовать у себя в кофейне Там под цветочки Под еще что-то А у вас, например, кофейни, которые заказывают Они потом у вас просто пакеты заказывают И пересыпают или как? Не-не-не Все в ведерках Потом они возвращают И мы, собственно, поставляем им новые Ведерки возвращают? А если честно Сколько так делать? Вот чтобы прям возвращать Мы только начали это делать Да Но это уже зависит от людей Ты веришь, что это будет работать? Да? Они могут не возвращать То есть это в любом случае утилизируется Кофейные пачки не утилизируются вообще Поэтому это хоть какой-то шаг куда-то вперед Но лично я в это верю Прикольно А кофейные пачки не утилизируются Потому что там слой Слой фольги Плюс клапан То есть это в любом случае не мономатериал И надо бы отдельно что-то отрезать Делать Никто этим не занимается И это просто идет В пакет как патроны просто летят Ну ты видел, сколько пакетов выкидывается в кофейные? Да Ну это просто неприлично Круто Что еще новенького? Слушай, ну много чего новенького Как бы это вот буквально Чек выставки успели А так еще будет очень много чего Супер Красавчик Все только начинается Так что Красавчик Мы развиваем кофейни с нуля Шляпой Вы как-то мне потом компенсируете риски? Дело в том, что в таком случае Ну так скажем Мы же это дело не согласовываем с клиентом Это важно? Это очень ответственный момент А очень Очень ответственный Место Вся процент успеха И вы такие говорите Мы найдем место А если оно будет плохое? На что я вам могу так сказать? В нашей команде есть ребята-эксперты Кто ведут несколько кофейн И имеют большую экспертность И те кофейны не загнулись И не находятся в других каких-то местах Понял Поможешь начать место найти Да Поможем с брендовой историей То есть мы подскажем Как обустроить внутреннюю составляющую Да Направим Бренд То есть вы поможете сделать бренд кофейн Да Как? За счет чего? У нас есть эксперты Которые могут подсказать Как правильно это делается Это все за деньги, да? То есть Вы просто подключаетесь к нашей платформе И все Больше для него ничего не нужно А сколько стоит подключиться к платформе? К платформе подключаетесь Используя разные услуги То есть вы выбираете то, что вам нужно Направление разное Раньше эта платформа стоила как пакетом Да Сейчас вы можете выбрать все, что вы хотите Да Мы оформляем лизинг для оборудования любого холодильного копейного Да Мы можем продать какую-то копейню, если вы желаете ее приобрести Мы осуществляем поставку тех необходимых оборудований Ну, сопутствующих товаров Да Стаканчиков, всего прочего Более того, у нас есть обучающий центр Да Я был у вас Были? Да Это круто Да, я был в кофейне, а там центр видел Так, а вы у нас были на экскурсии? Не, просто был кофейный патруль у меня был Прикольно Слушайте, это круто Да Дело в том, что мы обучаем бариста Рассказываем про то, как правильно вести бизнес кофейный Да Как не попасть в тупик, так скажем Да И помогаем Более того, кофе-стор платформа создана была на базе модуль банка То есть внутри этой платформы существует еще и финансовая составляющая Банковское ядро, которое позволяет экономить бюджет кофеин Ну, так скажем, на эквайринге, на дополнительных каких-то других историях На чем тратить на рынке кофейник достаточные суммы Да Налоги, да, нужно заплатить и так далее Поэтому мы просто помогаем ребятам развиваться в правильном векторе Не создавать ошибок, да И делать так, чтобы кофейня в какой-то момент не развалилась и не закрылась Понятно А вот кроме, знаете, если взять собственник кофейни, там, не знаю, 100% ваших клиентов Какие топ-3 услуги пользуются наибольшим спросом? Вот что самое значимое для клиентов? Вот топ-3 вещи Вот понятно, что у вас там есть 500 разных услуг, там и брендинг, и поиск места А вот топ-3, что берут чаще всего? Тут сложно, наверное, сказать, честно скажу Я не обладаю такими данными Ну, по вашим ощущениям? Ну, по моим ощущениям у нас есть... Что чаще всего берут? Обучение бариста, наверное? Обучающий центр рассматривает услуги У нас удобно то, что все в одном окне, ты можешь пользоваться классным софтом И в одном месте закупать и зерно, и товар Это преимущество дает Ну, есть разные плюшки в виде 21 дня постоплата Ты можешь покупать и спокойно не думать о том, что тебе... Отсрочка? Да Отсрочка как дается? То есть, она сперва нужна заключить договор Ты закупаешь товары на определенную сумму Договор поручительства какой-то, да? То есть, как это? Как гарантия ваша, что он заплатит? Ты заключаешь договор Подключаешь услугу Делаешь минимальный заказ И, естественно, вот касаемо... Не знаю, не могу сказать Для этих нюансов классные вопросы зацелены Да, а что я наболтал ее? Мы это можем, мы это можем А как вот под капот давайте под кожу вам залезет? Как вот с действием? Вот тут, наверное, не смогу подсказать конкретно, что вот Может быть, мне помогут, подскажут Но есть у меня прекрасная надежда воскресенская Она директора проекта И она могла бы вам подсказать Может быть, вы... Вы молодец, вы активно Вы выцепили нас Вот Чуть-то пожалели уже, наверное, об этом Нет, абсолютно Все в порядке? Мне кажется, что это круто Когда есть свой блог Когда вы выступаете на каких-то выставках И рассказываете наверняка предпринимателям, кофейникам Что круто, а что нет В том числе В том числе Вы полезный человек Едем дальше Мы, значит, подошли к стенду Таба С Борей мы были в Эфиопии, в Кении С Сашей мы были недавно в Бразилии Вот Ребята вжарятся в Сибирске Ничего не перепутал? Ничего не перепутал Скажи, что у вас-то на стенде новенького интересного? Я вижу, есть белые носки Да, у нас есть подруга Маргарита Амелина Она делает носки с кофейной тематикой Браслетики Пользуется популярностью Еще у нее есть отличный альбом для заваривания Альбом? Альбом, книжка Там, руководство по завариванию Всякие свои собственные рецепты И прочее-прочее Прикольно Из кофе у нас тот самый, что мы привезли из Эфиопии Из Кении Вот недавно приехал Индонезия, Бразилия Наборы дрипов Дай попробую Попробуйте, да Кения Чука Кения Чука натуралка Кения Чука натуралка Натуральная Кения Да Ты выбрал натуральную Кению? Нет, мы не нашли хорошую натуральную Кению Кению и купили в России Кению, ну мы купили ее не совсем в России Ты помнишь те Кении, которые мы пили в Дормансе? Они были не очень Они пили просто Причем мы пьем, а я помню, знаешь Наши ожидания, типа там 6 долларов 7 долларов за килограмм А потом пробуем, там типа 13, да 15 А по качеству кофе рушиста А по качеству робуста просто Вот Этот кофе мы специально чуть потемнее пожарили Он такой будет сладенький, плотненький Пока Женя пробует Я хочу сказать, что компания Бравос То, что смотрят мои менеджеры на работе Да То, как ты ходишь по кофейню и, в общем-то, рассказываешь Да У тебя своя фишка Людям нравится Я думаю, что это половина, в общем, твоей компании И ее успеха Успех, стиль, стиль, стиль это все А Нассари, потому что ты выбирал, да? Да, и вот это Келумбе Я предпочитаю, что может даже и ты, кто тоже выбрал такой кофе Это от кого? Классическая мута Хотел сказать, помнишь, мы ездили на станцию обработки, господи В Кении, это смешное название Отсосини? Да, отсосини, да Отсосини похитили В общем, не, это волкафе был Волкафе? Да Хороший волк, яркий, классический, мытый Весь кофе чистый Вкусный, мне нравится Супер Вот теперь ездим, дружим, как сказать, регионами Регионами, дружим регионами Я не был в Новосибирске ни разу У нас эти новая практика есть, обжарщики с зеленкой друг с другом Ну там, у кого-то пересток, у кого-то сток, продай, купи Окей, я когда первый раз с этим столкнулся, думал, что, ну, там, знаешь, все что-то там приезжают Все, наоборот, все очень так, это, что-что, у меня вот здесь лишнее Надо, окей, убери Вообще, у нас очень круто рынок, ну, то есть, мы вроде бы конкуренты А вроде бы все дружно, общаемся, ездим в страны предрастания вместе И тусим Борина вот на день рождения отмечали в Кении на корабле На корабле, я помню Я еще выпивал в тот момент Вокруг ходили слоны Да, 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 да И по поводу кофе, прикольная история Мы были в Бразилии, в Нунис, заехали к Нунису Сделали каппинг И мне понравилось две просто позиции отвал башки Восьмая и десятая И я, короче, сопли проживал Заказываю, а мне говорят, весь кофе забрал Дима из Канги Я Диману пишу, Диман, мне нужно пять мешков Это самый вкусный кофе в Бразилии, который я нашел Да, мне нужно пять мешков, а там всего десять Он говорит, хорошо, я дам тебе пять мешков В общем, рынок крутой Супер Едем дальше Так, мы с тобой год назад виделись Да На Пире Да Тогда мы были соседями, сейчас мы чуть разъехались Ну, недалеко Ну, недалеко Нормально Давай экспресс-формат Я называю, что это? Если угадывать, ты говоришь, что цена Это бойлер горячей воды Это бойлер горячей воды Я не могу сказать цены Мы привезли их первый раз на выставку Вот, скажем так, прощупать аудиторию Насколько это интересно И мы, на самом деле, в шоке, насколько это интересно Ну, и вы прощупали аудиторию? Мы прощупали аудиторию Мы в понедельник дадим себе цены Да Да, да То есть эта модель, она идет на 16 литров Та идет на 8 литров И есть еще там интересненькая модель под чаек Мы до нее дойдем потихонечку Да Это кофеварка самая жирная в вашей комплектации Мы вот в прошлом году Да Вот это вот рассматривали Это что такое есть? Это мы ее специально под ваш гост привезли Это получается Как раз для меня Да? Да? Блин А там есть для меня вариант Это для Шакила Анила Кофеварка капельная Приколдесс И это, типа, знаешь, завтраки В отелях Да, да Когда надо сварить миллиард литров Вот вы видите кофеварку? А ее уже нету Ее уже купили Ее пришли в первый день Просто ребята из отеля На какие-то миллиарды посадок Сказали, мы берем И были готовы унести А охрана не пропустила Не пропустила? Да Сколько денег такое монстр стоит? А смотрите, сейчас у нее цена 289 тысяч в рознице Вот, то есть welcome 289 Да, но здесь 6 литров То есть это вы, грубо говоря, один раз заварили И все завтраки у вас обеспечены фильтром свежим Да, прикольно Вот, и да, и да Вот это интуитивно понятная история Да, да То есть у вас нету вот этого вот качания А что это? А как с этим работать? Кнопку нажал, у тебя все вылилось Ты сразу видишь, сколько осталось Максимально удобно Красота Вот смотрите, если это формат для вас То вот это вот формат для меня Потому что вот это все-таки высокое Если мы берем барную стойку Какой-нибудь вот такого роста То мне нужна табуретка, чтобы там заваривать Согласен Это пониже Суть в чем? Вы берете термос, с которым мы уже знакомы И отсоединяете Так Ставите сюда Заварили Взяли, поставили на станцию Красота Все, вперед Более того, вы можете его поставить сразу гостям Вы просто выдаёте стаканчик Бургенкинг формат И человек сам подходит и сам наливает свои фильтры Бористосвободен Сколько денег? 249 ВТ сколько денег? Не знаю, первый раз привезли на выставку ВТ сколько денег? Пока что вот непонятно как бы Это тоже 249 Одно тоже То есть в зависимости от размера цена не меняется Размер не имеет значения А почему вот эта дорожная, если зависит от размера не меняется? Ну блин, это в зависимости от размера этой модели Это на 6 литров Ну, 2,5 и 6 Противоречия, есть противоречия Я же девушку, мы должны Вот эти модели, они на 3,8 литра Тоже прощупываем пока почву Я не знаю, привезем, не привезем Эта из серии, смотрите, что есть Но, честно говоря, вот эта модель пока вызвала больше фурорда, на самом деле Да Ну, потому что одновременно Вопрос про кеф Производство? Турция Турция А Турция, в Турции там клеят шильдик кеф И на самом деле это Китай Либо Турция, это прям Турция Нет, Турция, это прям Турция У них завод Прям завод Есть видео завода, да Как-то турки приходят на работу Передеваются Заходят в цех Пьют кофеек Пьют кофеек Из большой кофеварки Да Вот прям вот так Не Китай Не Китай Не Китай Не СТМ Китая У них свои заводы Мы еще переживали Когда было вот это вот происшествие С запретрясением в Турции Что, блин, блин, блин Не задело заводы Вообще ребята специализировались на оборудовании для хорика Вот если видите Там вот эти вот страшные штуки Это блендеры Они тоже их производят Да Вот И они в какой-то момент решили заняться фоном И, блин, мне кажется, сделали хороший продукт И вот пока как раз туда вот мы смотрим Вот это стоит сколько? Полтинник? Что-то типа того Не помню Где-то в районе полтинника сейчас А вот та 30 тысяч А там вообще, да 29-ти все это стартует Вот Но вот та сейчас у нас просто фаворит Потому что у вас все детали металлические Подключение к воде Пластик Да, подключение к воде И при этом она и заливная тоже То есть вы ее подключили к воде в кофейне Да Отсоединили Повезли на кейтеринг Там залили водой Вернули в кофейню То есть не надо миллиард кофеварок Красота Мы тоже пока прощупываем почву Но это чайная станция Почву или Аудиторию Почву, аудиторию Аудиторию Почву подачу Аудиторию А здесь получается 18 литров Вот И две нагреваемые платформы Если вы используете в кофейне Какие-то концентраты чай Это прям идеально ваш варик Вот То есть здесь и кипяток И сразу подогревание Типа Типа Не надо вот ручками лезть Подогрел Да На самом деле Вот это вызвало прям тоже фурор Оказывается я не знала Что настолько в кофейне используют какие-то вот именно чайные концентраты, и ребята ликовали сериуху, не надо греть в мехкрухе, вот это вот все, то есть на самом деле восторг. Прикольно. По цене буду знать в понедельник, пока не знаю. В понедельник пишите на почту. Голубя отправляйте, и цена к вам придет. Все, а мы едем дальше. Валер, что нового ТС? Новые вкусы, новые позиции с Каю? Что нового? Новые вкусы сиропов, конечно же, у нас появились. Немножко не отстаем от сезона, но у нас как раз таки вот сейчас сезон тыквы идет. Тыква? Да, пряная тыква. Мы ее разработали в начале лета, как раз клиенты поняли уже примерно вкус. Она у нас сильно отличается от большинства конкурентов тем, что у них просто пряность идет. У нас очень мощный вкус тыквы. Можешь попробовать, кстати, потом. А есть кроме тыквы чем-то? Я тыкву просто вообще не люблю. Ну давай попробуем. Я просто к тыкве, знаешь... Ну ты хотя бы сможешь сказать... Не могу понять... Профель хотя бы. С водой или чистой? С водой. Пахнет как пряная тыква. Вкусно? Я не люблю тыкву, но она такая мощная. Она даже в кафоне пробивается в любом. И в капучино, и в латте. Так сейчас подсезонка очень хорошо идет. К лету мы уже заранее подготовили два новых вкуса. Это белый перечный мятый и красный сицилийский апельсин. Красный сицилийский апельсин. Я попробую. А есть? Здесь нету сейчас. Я тебе специально пришлю. Давай. Образцы. И вот самое главное у нас новиночка. Концентрат? Да, лимонная концентрация. Но это даже не концентрат, это 100% лимонный сок. Сделан в Испании. Сделан в Испании. В Барселоне. Проще сделать в Испании из испанских вкусных лимонов, чем тащить сырье сюда и здесь перерабатывать. Вы, короче, просто берете, там делаете, сюда привозите и клеите наклейку. У нас там производство, с которым мы разработали совместно, да, вот этот лимон. Это именно не концентрат, это именно лимонный сок 100%. Могу тоже. Можно? Да. Это, наверное, в чисто попробовать? Ну, может, в чисто, можно воды подвезти. Давай в чисто попробуем. Напишите в комментариях, вы можете съесть дольку лимона, не пощурившись. Хорошо. А сколько денег? Вот в районе 400 рублей. Слушай, а нормально? Можно будет договориться нормально, учитывая цену литра, скажем так, литра 100% сока, если самим лимон и давить, во-первых, затрата времени, во-вторых, у тебя через 3 дня этот сок потемнеет, осадок возникнет и прочее, прочее. У нас здесь есть единственный ингредиент, антиоксидант подобранный, который как раз-таки стабилизирует этот продукт, и он годный целых 40 дней с момента вскрытия. То есть это очень удобно для баров. Я, короче, в баре работал долго, и мы на шаг делали. Я приходил на смену, у меня закупка покупала мне кучу лимонов. Сперва я их замачивал в воде, потому что если в воде их замачиваешь, они дадут больше сока, они замачиваются в воде, потом я их резал пополам, вот, у нас просто как бы, мы все готовили бар. И ты стоишь, один нарывает мяту, второй крутит краш, третий лимоны выжимает для сока. Вот это супер-решение. Супер-решение для бара. Решает боль барменов. И баристы, но лимонный сок в кофейнях, мне кажется, используется достаточно редко. Везде, кстати, на самом деле. Сейчас пошла тема из, не помню, как кофе называется, апельсиновый сок и эспрессо. Один к одному смешиваются. Там как раз-таки балансят, если не хватает апельсинового сока. Если слишком сладко, то... Конечно, да, лимоном балансят. И вообще, это универсальный инструмент. В кофейнях лимонады всегда есть. В алкогольной теме, да, вообще незаменимая штука. А если мы добавим в тыкву? Вот это, кстати, класс. Да? Да-да-да. У нас, мы так лимонады разрабатывали, тыкву, лимон. Льда жалко нету, но как бы... Льда нету. И, конечно, еще полтинчик хотелось добавить. Портвенчика? Портвенчик. Это следующее павильон. Там все добавляют, наливают. Ну, я завязал. Так. Надо еще. Но суть понятна. Ну, он как, по сути, для ягодных, фруктовых, лимон работает как такой не только баланс, а усилитель, по сути дела, усилитель вкуса и... Ну, еще, скорее всего, короче, типа, такая согревающая тема. Чай, сироп и лимон. Да-да-да-да. Чтобы было не слишком сладко, да? Сейчас мы тебе сделаем. Ну, чая нету, но суть можно будет представить как базу для чая. Это типа сироп. Имбирный сироп. Да, лимон. Лимон. Да, соответственно, это прям как база для чая. О-о-о-о! И острота, и лимончик попер. Имбирно. Ну, ты знаешь, мы если делаем, то... Прямо имбирно-имбирно. Нет, это вкусно. Спасибо. Это как комплимент. Это как комплимент, аж прослезился. Ой. Хорошо. ВТС классный сироп. Мы с вами работаем. И продаем тоже ВТС. Поэтому имейте в виду. Все, едем дальше. СФТ, шоколад. Как шоколад залетел в СФТ? Ну, на самом деле, все началось в 19-м году, когда я попал, прошел первый курс дегустаторов шоколада. И эта история затянулась, затянула меня. И вот уже более двух лет мы занимаемся поставками как обувов для изготовителей шоколада. Прикольно. А что попробовать? С чего начать? Давай начнем с Филиппины. Филиппины – это у нас очень классный шоколад с оттенками таких алкогольных, портвейных, но от сухофруктов. Дескриптор можно не читать, я не совсем корректный. Также я очень люблю очень классную Венесуэлу с очень яркой цитрусовой кислотностью, чистая. В принципе, так же, как и в кофе, в шоколаде ценится комплексность кислот. То есть для того, чтобы она была и, может быть, сочная, яркая, сбалансированная, но и тоже хорошо, когда их несколько. Вот, например, можно попробовать… Какой самый кислотный шоколад? Самый кислотный, наверное, Мадагаскар. Но давай попробуем Мадагаскар. Здесь для меня это красные ягоды, такие как клюква, красная смородина. Да, да. Но также с хорошей кирошкой кислотностью обладает Перу. В Перу много тропических фруктов. Для меня здесь доминирующий фрукт – это манго. Кислотность не такая яркая, но при этом тропическая, сочная. Говорит, их попадает. Молодец. Прямо супер. И самые редкие какао-бобы – это Ява, белые какао-бобы. Ты удивишься, у них 70? А ты знаешь, что Ява-Ява взял я на халяву. Да, знаю. Вы поняли, да? Это намек. Театрогаза делает вещи. Так, во-первых, это шоколад визуально похож на молочный, но он темный. Оттенки вкуса – это аракисовая паста и вкус молочного шоколада, поэтому он темный. К сожалению, эту плантацию в этом году полностью вырубили, а генетика была настолько редкая, что ее уже невозможно будет восстановить. Поэтому просто это рерити, реально рерити. Прикольно. Слушай, сколько стоит вот такой шоколад? Если мы говорим про плитку, то розничная цена – от 300, наверное, до 400 рублей за маленькую плитку. Вот 300 и 400? Я думаю, да. Ты веришь в развитие вот этой истории? Ну, развитие бинту-бар шоколада в нашей стране примерно так же, как и кофе. То есть 10-15 лет назад спешлти кофе очень тяжело развивался, но он потихонечку теснил обычный коммерческий кофе. То же самое с шоколадом. Потихонечку бинту-бар начинает вытеснять масс-маркет. Потихонечку, потихонечку. Но это дело времени. Слушай, написано, значит, смотри, ИП Жданов, ПМ. Получается, ты? Да. Получается, ты в СФТ шаришь по какао-бобам, да? То есть какие-то функции выполняешь? Выбираешь, сорсишь или как это? Да, занимаемся закупками сырья. Собственно, вот есть сэмплы, которые есть. Это я все в лаборатории делаю в нашей. То есть жарим какао-бобы, делаем образцы. Наши клиенты могут заказать какао-бобы и также, например, попробовать образцы шоколада уже из них сделаны. И уже будет человеку понятно, какой могут шоколад из этого получить. Мы очень глубоко в лаборатории занимаемся обжаркой, подбираем лучший профиль для этих какао-бобов и всегда можем подсказать, как какие бобы лучше обжарятся. Коля, и ты, получается, еще под себя поджариваешь свой бренд? Да, мне интересно это творчество. А почему 369? 369 или 369, это, собственно, очень глубокое название бренда. 20... какой год сейчас? В 20-м году? Да, в 20-м году. Комбинация цифр 369 очень сильно кардинально поменяла мою жизнь в лучшую сторону. Я решил как-то это зафиксировать. Ну, плюс 369, это очень интересная магическая комбинация Николаса Тесла, которую он взял с собой. И вот эта вот вся движуха вокруг цифр 369 неспроста и реально очень интересная. Можно почитать. Прикольно. А где продаешь? В Marketplace? Нет, Marketplace это пока неинтересно. Слишком дорого? Ну... Для людей, которые там покупают? Нет, ну там... Чисто для популяции бренда, да. Но пока именно кофейня. Кофейни? Кофейни, да. Специализированные магазины кофе, где продают Specialty и некоторые рестораны. Есть, в принципе, в ритейле в элитном, в одном из городов России. То есть, в принципе, сейчас география от Калининграда до Иркутска. Вот. Ну, не так много, но потихонечку бренд двигается. Прикольно. Прикольно. Слушай, вкусно. Я, честно могу сказать, вот мой опыт, да, вот я шоколад вообще редко, редко ем. И такой никогда сам не покупаю. Знаешь, какой-то, типа, вот я там милку закинул, вот молочку. Вот я до сих пор вот еще на этой... А это нормально. Если я возьму какую-нибудь милку, да, но я молоко не ем, я его буду есть, знаешь, так грызть. То есть, съедать, как конфеты. Это называется фэс-чоколад, быстрый шоколад. А когда мы именно едим шоколад, именно такой бинту-бар, мы его как бы рассасываем, мы его медленно едим. То есть, такой плитки иногда, если нет потребности что-то заесть, бывает хватает на неделю, на месяц. То есть, я покупаю плитки других производителей, они лежат, и там кусочек как ломил второй. То есть, это именно продукт, где больше самодостаточный. То есть, когда сам по себе, без каких-то комплиментов. Прикольно. Прикольно. Супер. Все. Едем дальше. Илья, что нового у Торрофакта? Что нового у Торрофакта? Да даже сложно сказать. Ну, в общем, собираемся второй лоринг сейчас брать, 70 килограмм. Конечно, это болезненная история с точки зрения удара по... Бюджету. По бюджету, да. Но зато машинка стабильная, жарит крайне хорошо. Второй момент, наверное, основной. Могу констатировать, что по Бразилии, по именно таким, по мясным позициям, и вот детскими болезнями, когда нестабильная обжарка, уже переболели окончательно. То есть выстроили нормально цикл, то есть ты жаришь, ты смотришь цвет, у тебя учет идет по лотам, лот поменялся, ты внимательно смотришь. Если что-то не так по цвету, сразу корректируешь профиль, чтобы все время бить в один и тот же, в одну и ту же степень. Мы тут пробовали, короче, кофеек февральской обжарки августовской. Февральской был в азоте. Ну, чтобы посмотреть, насколько азот действительно, все говорят, там полгода, год, а по факту. Заварили 6 чашек, перемешали их, пошли отличать. Я 2 выпалил. Ну, новых, 2 старых, а на 2 перепутал. Ну, то есть, в принципе, азот работает. У меня опыт большой, каперский. Я думаю, простым смертным, скажем так, будет вообще норм. Вот. Но самый прикол, что по профилю были вообще идентичны. Хотя прошло полгода, там была зима, тут лето, наконец-то стало нормальным. Да. Это как бы в этом. Ну, по шоколаду тоже двигаемся хорошо. То есть, прям нормальный. Шоколад Герман занимается, да? Да, да, да. Там прям нормальная работа идет. По чаю постоянно какие-то пополнения. Белые чаи меня радуют наши. Белый чай – это вообще абсолютный топ. Там из сырья ты можешь, я не знаю, из 10% сделать белый, а красный из любого ты можешь сделать. Заферментировал побольше, вот тебе и пожалуйста. Если брать тарафакты, это все-таки больше там B2C тема? Или это… В каком срезе? Ну, вот взять вот там 100% ваш оборот. Вот это B2C или B2B? Смотри, по обороту примерно поровну, а по марже, конечно, B2B больше дает. По B2B больше, по марже. По марже, ну, потому что по опту маржат ниже, а обороты столько же. Простая пропорция тебе говорит, что, соответственно, на выходе маржи суммарные по рознице будет больше. У нас сейчас… По рознице. Да. Да, ты просто говоришь B2B. А, да? Да, я просто… Не, ну ты бы еще в четвертый день выставки приходил бы интервью брать уже, когда вообще-то никакой. Короче, у нас порядка 80 тонн сейчас в месяц мы жарим. Вот, я говорю, половина именно по выручке – это будет B2B, половина – B2C. Да. Ну, а по марже, соответственно, в B2C побольше. Где-то 8 тысяч заказов в месяц у нас. Да. По продукту кофе, конечно, это 4 пятых, там, 80-85% по-прежнему. Прикольно. Я видел у вас на ростере Бангог нарисован. Да, на Дистон. На Дистон. На Дистон. Прикольно. Это моя любимая картина его, она у меня и в спальне висит. Ну, естественно, в оригинале. Да. Украл из музея в Амстердаме. Вот. Ну, почему украл? Взял, позаимствовал. Вот. И когда Слава нам делал вот эти троброты первые наши, делал Дистонеры, я ему говорю, а ты можешь мне… Вароном. Малера какого-нибудь нанять? Все, он мне Ван Вога нарисовал на Дистонере. Он говорит, без проблем. И нарисовали, блин, ты прикинь, вот это все за 5 тысяч рублей. Он мне, когда эту сумму назвал, я прям поперхнулся. То есть у нас тут… Дорого. Почему так дорого? Ты что, блин, давай 4 400, Слава. Ну, в общем, да, прикольный. Вопрос. Топ-2 ошибки твои за карьеру. Вот о чем ты жалеешь предпринимательскую карьеру? Есть такое? Ну, жалею нет. Были как бы… Были, как тебе сказать… Вот один момент у нас был, когда мы там начитались книг про бирюзовую организацию, про это, про то… Ну, там было сказано, что к этому надо готовиться. Ну, мы решили, что и так сойдет. Ну, я решил. Да. И тогда, собственно говоря, это был какой-то год, 18-й, наверное. Я где-то год практически вообще ничем не занимался. Я думал, сейчас ребята, вот они как бы сами, у них пойдет резкий этот рост как бы самосознания и так далее, и так далее. Но, по сути, этого не произошло. Потом я уже понял, что если ты смотришь, да, на бирюзовый цвет через розовые очки, то на выходе получается коричневый. То есть это реально серьезный процесс, и к нему как надо готовиться и так далее, и так далее. Но, в целом, классическое управление, оно значительно проще. И эффективнее. И эффективнее в конечном итоге. Вот. Я не могу сказать, что это была ошибка, это был опыт, но с точки зрения показателей это, конечно, было неправильно. Второе, я даже не знаю, мне сложно что-то выделить такое, вот именно ошибка какая-то. Возможно, есть скорее, знаешь, вот такой момент, ну, как бы момент, как сказать, когда ты начинаешь, когда ты только делаешь это, 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 у тебя есть такой момент, ну, что ты управляешь происходящим, а потом в какой-то момент происходящее начинает управлять тобой. И у меня этот момент произошел, и, ну, немножко это где-то напрягает, ну, то есть, думаешь, блин, как же так, в итоге все приходит к тому же, от чего я когда-то уходил. То есть, твое это не твое, а все равно поток задач, поток вопросов, да, поток каких-то проектов такой, что ты, как бы, становишься опять этой, ну, не то, что белкой в колесе, этим ослом, который тянет, да, вот этой лошадью. И, собственно говоря, собственно говоря, вот так. Супер, мне нравится твоя компания, хорошая компания. Спасибо большое. Я верю, что это факт, большое будущее. Да, а что у тебя как дела? Хорошо, растем, растем, работаем, жарим кофеек, продаем, делаем каждый год какие-то изменения, меняем цветовые гаммы каждый год. А что новое? Ищем свое. У нас уникальная упаковка, может быть, видел кофе в банках. Железных, клапаном, нет, с дегрессионным клапаном, да, вот, уникальная, на рынке такой нет ни у кого. Ну, слушай, есть плохие новости для тебя, ко мне тут тип подходил, принес такую банку, говорит, 200 рублей за банку, я готов тебе делать. 200 приза что ему? Ну, за пустую банку. 200 за самую банку? Склапанную. Мы берем сильно дешевле, мы берем в 5 раз дешевле, даже больше. Я считать не умею, вот, а, получается по 120? 40. Да я понял, но я просто не понимаю, что мне в нее паковать, то есть, я не знаю, какие-то, может, там топовые истории, да, а мясо, ну, о чем мне железные банки паковать? Не железные, не железные. Ну, это, я не знаю, тен, алюминий, там, блин, я имею не пластиковая, короче. Пластиковая? А, пластиковая? Да. Не, а та прям такая, как алюминиевая. Не, не, пластиковая. Выходим в ритейл, идем в опт, идем в сервис для кофеин. А ритейл двигается? Двигается, зашли сейчас в Европу, идем в глобус, то есть, есть намерение идти в ритейл, там большие объемы, хочешь сюда. Да, да, да. В рамках опта, применяем пенсионирование, как все для кофейни, кнопка кофе, тебе нужно кофе, ты заходишь на приложение и заказываешь, заказываешь кофе, и мы хотим дать не только кофе, а мы хотим дать всю палитру сервиса, не только продукция, а еще большая палитра сервиса. Это и обучение, и помощь в поиске места, и помощь в открытии кофейни, и взаимодействие с собственником кофейни по сбору, управленческой оченности, ДДС, ПНЛ, то есть собственно кофейни, надо не кофе, ему надо зарабатывать деньги, вот, ему покупает не кофе, а покупает, хочет, чтобы заработать. Он хочет вложить деньги и получать ROI, грубо говоря, а не вникать во всю эту шляпу. Наша задумка создать ему такую экосистему, в которой ему будет очень кофе. Да, что он вложил, и ему капает, как с инвестицией, я думаю, это нормальная тема, абсолютно. Да, вот если в двух словах. То, что мы хотим делать. Да, то есть если бы я деньги вкладывал, я бы, конечно, так хотел, а не самому там стоять варить, с этими бариста-тракториста общаться, этот кофе выбирать, поставщики, да, значит, мне все это надо. Да, да, да. Вот так. Ладно, рад видеть. Все, взаимно. Давай. Так, ну и что, я думаю, стенд, без которого мы не могли оставить этот выпуск, это Альтернатива Хулит. Альтернатива Хулит, мы сейчас подойдем и спросим, что это такое. А Хулитол это жвачка? Альтернатива Хулитол, да. Не, мы с центра жвачка. Прекрепно это жвачка. Это диспенсер, в принципе, вот она выглядит вот так. Да. А почему такое название? Потому что основано на 100% Хулите, изготовлено на 100% Хулите. На 100% Хулите. Да. Хулите это натуральный процессик. Да. Который обладает уникальными свойствами. А это российский бренд? Нет, это бренд немецкий. Немецкий. А как вы думаете, с таким брендом, с таким названием бренда легко будет заходить на российский рынок? Ну, мы на российском рынке присутствуем давно. А, то есть вы себя с Хулитолом чувствуете уверенно, да? Мы не с Хулитолом, мы с Ксилитолом. А, Ксилитолом. Это Ксилитол, да. Да. Я понял. А можно попробовать? Попробовать? Да. Это легнец на палочке, в котором содержится информация, что такое Ксилитолом, почему он полезен для здоровья. Здесь же наши координаты, наш сайт, куда можно обратиться для дальнейшего сотрудничества. Спасибо большое. Спасибо. Да, вы на связи. А вообще наша компания уже 12 лет на рынке в сфере стоматологии, профилактика, гигиена, полостирта. По многих, скажем так, стоматологических клиниках присутствует вот этот бренд. Сейчас мы как продукт для здорового раза жены, продвигаем его на рынке вообще. Спасибо. Что с Манином? Манин вернулся. Манин вернулся. Манин вернулся, у нас не было 10 месяцев. Да. В апреле мы снова запустили производство, сделали миллион бутылок, с 20 июня начали снова продажи. Я так вот, в край муха слышал, что Манин, одни говорят, про терял рынок, так сказать. Вот. Как вы относитесь к этому? Насколько это болезнь на самом деле для вас? Безусловно, пока не было 10 месяцев, ни один ресторан не будет сидеть без сиропов. Заменили другими. Но у Манин немножко другой принцип работы. То есть мы не продаем продукт, мы продаем решение, делаем проработки, придумываем напитки, делаем коктейльные карты, и Манин всегда за счет этого держался. И поэтому, как бы только вышли, начали работать, заработала студия, все постоянные клиенты, они снова возвращаются. Прикольно. Не так страшно. А студия заработала? Студия заработала у нас на Пушкинской студии, и там мы делаем проработки для ключевых клиентов. А Манин не с комплекс-баром сейчас? Сейчас нет. У нас на каждый регион разные франшизы. Например, Москва – это Алифтрейд. Например, Ростов – это Чебока. То есть в каждой регион сейчас разный оператор. Разный оператор с одной ценовой политикой. Или разница? Разница есть. Разница в ценовой политике. В зависимости от логистики, потому что Дальний Восток дороже будет. Да. И если брать литр сиропа… Базовая цена сейчас 650. 650 за литр. И производство заразки? Нет, это Ступина. Ступина, 70 километров от Москвы. Сырье все французское. Рядом с Рязани. Да. Сырье все французское. Сахар и вода местные. Прикольно. В истории жизни. Захожу я как-то в одно заведение в Рязани, а там стоит вот эта ваша, как правильно назвать, косметика? Парфюмированная косметика. Интерьер для дома, для бизнеса. Да. Потом захожу еще в Москве, в Хайбаре, там тоже вы стоите. Я думаю, кто-то хочет Зеленский вытеснить с рынка. А Зеленский – это кто? Зеленский and Rosen – это парфюмированная компания. Парфюмированная косметика, да? Оговорочка попросилась. Да, да, оговорочка. Зачем нам он нужен, правильно? Этот бренд. Расскажи, что за тема. Да, мы производители парфюмированной косметики, прямые. Да. Расходим в Москве. А биг цель как раз-таки выйти с Зеленского рынка. Да. Если раньше в каждом втором хорошем ресторане и отеле стоял именно он, то сейчас будет стоять Овсяников. Так называется наш бренд. Прикольно. А почему Овсяников? Овсяников – это фамилия основателей. Я Ангелина. С основателем варенков. Очень приятно познакомиться. Очень приятно познакомиться. Так, а что в линейке есть, вот прям конкретно, вот чтобы пример? В линейке у нас есть крем для рук и тела. Да. Крем в виде эмульсии быстро впитывается. Также представлены два формата мыла. Мыло в виде пенки. То есть здесь дожаток, который сразу пену выдаёт. И также представлен гель мыла. Прикольно. А вот по цене, вот, например, если сравнивать, опять же, вот с этим брендом, про который мы дважды сейчас рассказали, у вас так же дешевле или дороже, как у вас? У нас для B2B, естественно, намного выгоднее, потому что мы ребята отечественные. Это раз. Во-вторых, для нас… Как радиаторы? Радиаторы отечественные. Радиаторы отечественные. Косметика отечественная. Так. Да. Для B2B делаем классные условия. То есть это в несколько раз ниже, чем в розницу. Прикольно. А можешь сориентировать? В целом коллаборации. Вот нас смотрят, я просто про рязанское заведение рассказал, как раз это Влад, мой хороший знакомый, Симаков Групп. Вот если такие люди нас смотрят, у которых кофейня есть, вот для ориентира, вот самый популярный товар, который берет Хорико, вот сколько он стоит для вот заведения, вот прям, чтобы назвать какую-то цену. Я, на самом деле, приглашу тебя к стенду, показать, как это все выглядит. Давай. Давай. О, раковина. А что, прям работает? Рабочая раковина. У нас можно все протестировать. Молодцы. Мы все делаем под ключ, всю парфюмерию выборная под ключ. То есть есть диффузоры как раз с палочками, все в антивандальных креплениях. Есть... Антивандальные, чтобы не своровали. Чтобы не своровали, да. Все. Прикольно. Это вы тоже сами крепления делаете? Под нас индивидуально производят. Да. У вас тут, ну вы, короче, можно купить у вас это, да? Да. Да, да. Все под ключ. То есть мы приводим вплоть до саморезов, шестигранников, все, чтобы осталось только установить. Да. А также проверим, естественно, мыло, как я сказала, и крем. Два формата, стекло и пластик. Чем отличается это еще и текстура? Да. Но если говорить про самое потовое, да, у нас покупают такое необычное мыло в виде пенки. 5 литров стоит 5,350. 5,350 в виде пенки. Да. Мыло в виде пенки. Да. Расход экономичнее в полтора раза в сравнении с гель-мыло. Соответственно, цена минус 4, да, вот зелинский андроуз, он еще и экономичнее расход. А эффект такой же. Кость воспользовался, ушел из заведения, через 3 часа слушает, блин, кайф. Слушает руки свои. Слушает руки свои. Думаю, что я курил? Ладно, ладно, мы все поняли, мы же из кофейной индустрии. Если говорить про крем, в пересчете на литр цена у нас 1900, но еще есть скидки от объема. То есть если подключается сетевое заведение, сетевая кофейня, ресторан, то минус 25% есть скидки от объема. Прикольно, прикольно, прикольно. Здорово, что в России появляются такие бренды. Спасибо. Да, можешь попробовать, как раз тестировать. Давай. Я руки мыть не буду, они у меня чистые. Вот. Крем. Крем это у нас где? Вот здесь. Правильно? А надо слушать опрещающие мазки руки? Послушал. Это гвоздика. Какая-то специя. Есть там гвоздика? Да. Тут пряная груша, и она как раз разрывается гвоздикой, чуть-чуть бадьяном. А послевкусие будет сладкая ваниль. Послевкусие. Ваниль есть. Ваниль я тоже сразу почувствовал. Да. Слушай, мне нравится. Прикольно. А сколько у вас вкусов? Какой Sky у вас? Сейчас линейка ароматов состоит из трех. Аромат тайный советник. Как раз ваниль, петляная груша и табак. Тайный советник. Тайный советник, да. Он тайно советует вновь и вновь попробовать этот плод. Так. А второй аромат – это черный перец и амбра. И третий аромат, самый необычный – это аромат соснового бора и бутылочки лимонада дюжаса. Приколдесс. Куда писать, обращаться, если хотят покупать? Вот люди посмотрели, говорят, надо брать овсяников, экономить и слушать руки свои. Куда писать? Ну, можно написать нам в Инстаграм, можно написать нам напрямую в WhatsApp. Да. Визитку я дам. И давай сделаем скидку для всех, кто от тебя обратится. Не, давай просто, кто говорит, от Женьки пришел. Промокод. Промокод, да. Промокод Бравос. Промокод Бравос. Промокод Бравос. Скидка какая-то. Братская скидка вам по промокоду Бравос. Да. Супер. Чисто по-образски. Чисто по-образски скидка. Чисто по-образски. Добавлю к этому стенду. Вот. Я с ребятами проходил обучение одно бизнесовое. Ребята вообще молодцы. Я был у них на производстве. Такой self-made бренд, стартап. И на самом деле очень классный продукт. Потому что я у них, когда я был на производстве, они дарили нам диффузоры и прочее. Я привез домой жене. Она попробовала. Говорит, вообще как бы, ну как Зеленский. То есть, типа, а стоит дешевле. Поэтому присмотритесь. Присмотрите, попробуйте. Закажите образцы. Ребят, молодцы. Здравствуйте. А что у вас? Акью, лазер. Акью, лазер. Акью, лазер. И что делает эта штука? Физические проблемы. Это похудение, уменьшение, объемы, коррекция фигуры в плане борьбы с целью лекарства. Да. И есть медицинский блок меню. Это направлено на реабилитацию. А есть у вас вот до-после, например, у вас девушка легла в первый день выставки, она была другая. А сейчас в четвертый день выставки, она вот уже такая красивая, странная. Сейчас здесь нет. Нет такого, да? Здесь нет. Да. А вам как, девушка? Прекрасно. Прекрасно? Да. Да. Вот. Что вы ощущаете? Ощущаете, что лучше становится все? Да. Что вы чувствуете? Легкость. Легкость. Да. И уменьшение объема. И лимфодренаж. Лимфодренаж даже чувствуете? Да. Прикиньте. Вообще в одной процедуре три сектора. Три в одном, как кофе три в одном. Или в дренаж, и легкость, и... Да, и то гораздо полезнее. И то гораздо полезнее. Нет, кофе полезнее, чем лимфодренаж. Мы кофе занимаемся, мы знаем. Да. Хорошо, приходите. У нас тринадцатый стенд. Вот. Мы сейчас алкоголем кофе наливаем. Там вообще полезно. Отлично. С Беллисом, да? С Беллисом. Рафли с Беллисом. Да. Вот. Все, приходите. Все. Хорошие выставки вам. Вот такие есть кейсы. Самое главное, чтобы вот здесь никто... Вот здесь, чтобы никто не показывал в действии, как это работает. А то будет слишком... Слишком будет... Не очень. Не выглядеть странно. Рязани, роднулечка. Рязань. Я как амбассадор Рязани. Я тогда себе в институте написал. Амбассадор Рязани, да? Это есть люди, которые постесняются своей региональной принадлежности. А я вот горжусь. Рязань лучший город для счастья. Я еще завел канал на ютубе. Вот так называется. Турист в Рязани. ИВК. Сообщество. Там, конечно, больше людей, чем на ютубе. Вот. Снимаю контент про Рязани. На стенде что есть? Есть вот автоматизация. Есть всякие деревянные штуки. Классные. Шоколад априори. Есть... Что у нас тут еще есть? Есть мебель, столови. Вот. Немало известная компания Win-Win. Win-Win House. Дома для жизни и бизнеса. Ребята делают вот такие вот модульные дома. По уникальной технологии. Вот. Вот такой технологии. Я в этих домах жил. Вот. Они топовые. Встать в дикой мяти. Встать в локте жемчужине. В Рязани. Короче. Мало ли кому-то надо будет. Вот такой получился ролик про PIR Coffee Expo 2023. Вот. Мы рады были видеть всех гостей на нашем стенде. И оптовых покупателей. И розничных. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Ну устали. Все. Конец уже. Силы заканчиваются. Еще приболели. Силы заканчиваются. Пока-пока. Силы заканчиваются. Силы заканчиваются. Увидимся.